Что значит, когда высохнет? Вы что, здесь масляной краской, что ли, делали? Сделали вот эту масляную лессировку темную и убрали, чтобы она даже под руки не попадалась, потому что некоторым попадалось и тоже здесь чудили, когда будете работать. Вы реально столкнетесь с этим, что можно делать лучше и лучше и лучше. Вы знаете, я про эти белые, как раз седые волоски хотела спросить их. Я предполагала, что их надо делать просто в самом конце, но, наверное, их можно и сейчас уже делать. Не-не-не, все идет же от воздушной перспективы, да? Вы вот видите, сейчас не хватает, они здесь не читаются. Да, их не хватает. И да, вот их надо раз уже сделать. Я же говорю, что здесь предел очень тяжело поймать. Вы его делаете, раз вроде закончили, да, все хорошо, но вы видите, что вы можете еще дальше идти, улучшать изображение. И сейчас вам, в общем, надо делать то же самое. Улучшать изображение, убирать все помехи для глаза. Также еще более челочку сделать уже вот эти вот более беленькие, да, уже сделать. И опять пошли, опять пошли, опять пошли. Все-все-все-все. Вы знаете, я про эти белые, как раз седые волоски хотела спросить их. Я предполагала, что их надо делать просто в самом конце, но, наверное, их можно и сейчас уже делать. Не-не-не, все идет же от воздушной перспективы, да? Вы вот видите, сейчас не хватает, они здесь не читаются. Да, их не хватает. И да, вот их надо раз уже сделать. Вы уже выходите на вот этот вот завершающий этап, сейчас проработаете, мы с вами еще раз посмотрим, и у вас уже будет масляная элисировка. У меня вопросы, вы знаете, возникают. Я вот там, где челочка у него за дальним глазом, да, вот это место, оно у меня не той формы было, и я вот таким темным подкрасила. Но вот у меня это темное, оно ложится не точным таким вот тонким слоем, чтобы потом впоследствии... Здесь у вас как бы перебило получилось, да? Да, да, а он у меня тут каким-то, и вообще оно сверху каким-то таким, какой-то залипухой какой-то такой, если так можно выразиться. Как будто реставрировали, да? Да, это надо будет потом просто совсем нулевой шкуркой, да? Да, наждачной бумагой ее... Когда оно уже высохнет, да, оно сравняется, наверное. Что значит, когда высохнет? Вы что, здесь масляной краской, что ли, делали? Ну, там остатками у меня были, и я вот ими вот подровнял. Нельзя этого делать. Вам ее надо было сразу, вы же вот сделали, надо было ее сразу взять тряпочкой и убрать, 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 убрать. Масляную вообще мы ее вот сделали, вот эту масляную элисировку темную, и убрали, чтобы она даже под руки не попадалась, потому что некоторым попадалось, и тоже здесь чудили. С этой масляной темной. Ни в коем случае не надо. Однозначно, тем более, если масляная, надо однозначно наждачной бумагой. Потом еще с одеждой. Вот я, к сожалению, они все разные, и подлинник там вот есть фотография с подлинника в интернете. Ее тоже надо вот этим же колером третьим выводить? Или ее потом можно будет как-то по-другому? Смотрите, Татьяна, да. Да, третьим колером немножечко здесь, чтобы выровнять, да, вот эти вот у вас такие есть темные пятнышки, да, их немножечко подровняйте. Вот здесь воротничок вот этот вот тоже, да, сделайте его. Видите, здесь вот он, свет идет вот так вот. Ну вот темные, темные ровнять вот этим раствором темперы, да, вот темные. А вот пятна, пятна на одежде, они есть темные, и есть вот такие красноватые. Мне под темные их подровнять, под красные, или просто все вот этим вот третьим колером подровнять? Ну вот смотрите, можно третьим колером, да, потом все это надо будет лисернуть. Можно взять наждачную бумагу, вот эти вот темные, да, видите они здесь? Да, да, да. А здесь у нас свет идет, да, вот свет хорошо читается. Можно взять наждачную бумагу, сначала убрать вот эту вот темную, да, где они вот такие пятна сильные, чтобы когда начнете работать третьим колером, да, не было вот этой сизости. А вот последний слой, последний слой, когда мы красные ухры покрываем, мы, как вы говорили, мы практически уже его шкуркой не проходим, или проходим вот буквально там слабенько-слабенько, да? Да, есть шкуркой не проходим, а есть такие брусочки. В строительных магазинах вот такие же брусочки надо взять, чтобы он обязательно был. Самый такой шкурку, самую гладкую, самую нулевку там, нулевку из нулевок. И вот этой, ей как бы ворсу прибивать вот на последних слоях. Понятно, понятно. Ворсу раз, три, и пошли дальше. Ну, в общем, короче, вот это такая тема, я еще вот в этом, я не приноровилась как-то вот в этих слоях краски. А, это же вы первая работа ваша. Она вот на фотографии хуже смотрится. Тяжело вообще живопись фотографировать, с этим ничто не поделаешь. Ну, в общем, короче, я могу еще немножко, вот если я буду прокладывать еще темперой, то она у меня может еще поярче стать. Это не страшно, да? А вы смотрите... Я просто все время боялась, что слишком... Не-не-не, вы этого не бойтесь, потому что листернуть охрой красной вы можете всегда посадить, да? И потом начинаете прорабатывать, он у вас становится еще тоньше и еще лучше. Я же говорю, что здесь предел очень тяжело поймать. Вы его делаете, раз вроде закончили, да, все хорошо, но вы видите, что вы можете еще дальше идти, улучшать изображение. Вот этот предел, да, вы сами в конце концов будете решать, вы останавливаетесь или вы будете идти дальше. Когда будете работать, вы реально столкнетесь с этим, что можно делать лучше и лучше и лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!